Как говорят специалисты, считать автором законопроекта о запрете на возврат просроченной продукции производителям именно Ирину Яровую – это большая ошибка. Инициатором стал Союз хлебопеков России, ведь в первую очередь законопроект положительно скажется на их производстве. Я считаю, что закон очень правильный, и для хлебопекарных предприятий это большая помощь будет и поддержка. Потому что не секрет, что рентабельность хлебопекарных предприятий по России не выше 3%. А у униципальных, у социально ориентированных заводов она вообще не превышает 1%. По словам Андрея Стрижевского, на возврат просроченной продукции тратится много времени и денежных средств. Во-первых, это работа специалистов, которые признают хлебобулочные изделия просроченными. Упаковка, сортировка и доставка производителю – все затраты ложатся на плечи хлебозавода, а не торговой сети. К тому же неизвестно, как в магазинах хранился сам хлеб. Чаще всего продукт покрывается плесенью, и его приходится утилизировать. Если же состояние у него хорошее, то изделие можно переработать. Мы перерабатываем этот хлеб в панировочные сухари или гренки. Это в том случае, если хлеб вернулся в нормальном виде, и в нем нет никаких включений в виде изюма, посыпок типа льна или кунжута, который в переработку не идет. И при условии, что наши разбраковщики этот хлеб приняли нормальным. То есть в нем нет плесени или внешний вид должен быть соответствующим. Основной вопрос, который сейчас активно обсуждается – это повышение цен на хлебобулочные изделия. Раз торговым сетям придется утилизировать просроченную продукцию самим, то возрастут и затраты. Однако Андрей Стрижевский поспешил всех успокоить. В любом случае это будет зависеть от решения продавцов, от решения федеральных сетей. За то, какое решение они примут, мы отвечать не можем. Я не вижу предпосылок для поднятия цен, так как отсутствие возвратов – это просто-напросто более глубокая аналитическая работа именно закупщиков. Хлеба надо закупать столько, сколько его нужно. А выкладки по тому, сколько хлеба продается в какой из дней недели, у них есть. Правда, может получиться так, что торговые сети потребуют снизить закупочную стоимость хлебобулочных изделий. По словам специалистов, с этим условием согласятся многие производители продукции. Поэтому за качество и цены на хлеб волноваться не стоит.